Приветствую вас дорогие телезрители, садитесь поудобнее, сегодня мы распакуем очередную посылку из Китая, в этот раз от производителя компания ROG. Поехали! Ну что ж, вы знаете, что блогеры сотрудничают с производителями, производители присылают товар, я всегда об этом говорю честно. Данный продукт я не покупал, а получил на обзор. Большое спасибо компании ROG, потому что я до этого знал и пользовался аксессуарами данной компании. У меня есть чехольчики еще, начиная от айфона, ой, точнее от какого айфона? От Xiaomi Mi 1S или как-то вот, ну короче, одного из самых первых продуктов Xiaomi. И они производят аксессуары, пленки, точнее пленки, чехлы, зарядки, провода и так далее. Компания ROG известная, находится, по-моему, в Гонконге, если я не ошибаюсь, ну и собственно производит всевозможного рода ништяки. Магазин присутствует у нас также на Алиэкспрессе, магазин у нас официальный, поддерживается гарантия и все, что из этого вытекает. В данном случае прислали на обзор Powerbank. Powerbank'ов мало не бывает. Почему? Потому что в современном, скажем так, ритме жизни практически всегда ваши гаджеты до обеда, после обеда уже в принципе начинают садиться и так далее. Потому что пока еще не изобретен вечная батарейка, не изобретена вечный аккумулятор. Что у нас по упаковке? Упаковка у нас немножко помялась. Ну что ж, с Китая ехала, поэтому помялась. Ехала долго, между прочим. По характеристикам у нас здесь присутствие Type-C разъема USB, micro-USB разъема, поддержка обычной зарядки, небыстрой, емкость 10 000 мАч, при этом габариты 139 на 67 на 15, вес 204 грамма. Лет индикация и все, что с этим связано. Присутствие, наличие точнее у производителя нескольких расцветок, в том числе синий, серый и красный. Посмотрим, какой пришел мне. Ну, обычный серый цвет. Обидно, однако. Хотелось бы, может быть, красненький. Еще раз по характеристикам. Micro-Output, Input, точнее 5 Вольт 2 Ампера, Type-C Input 5 Вольт 2,6 Ампера, Type-C Output 5 Вольт 3 Ампера. И это, кстати, быстрая зарядка уже 3 Ампера. Output USB-A 5 Вольт 2,4 Ампера. Digital Display. Упаковка, опять же, для магазина. Если вы занимаетесь каким-то бизнесом, такие вот аксессуары не стыдно продавать. Давайте уже откроем, посмотрим. Везде все запечатано, прям, как будто бы никто ни разу не открывал. Хотя, верится с трудом. Что у нас есть в комплекте? Казалось бы, к Powerbank должен быть всегда вот такой вот кабель. Обидно, что он micro-USB и USB. Могли бы положить маленький Type-C кабель. Ну и, собственно, сама батарейка. Вы знаете, у нее сразу по весу честный. Здесь 10 000 мАч. Ну, скорее всего, честный. Во-первых, прикольный дизайн, потому что вот такой вот сэндвич-панель такая непонятная. То есть здесь вот такой вот нарост. Здесь, если это можно так выразиться, все это у нас пластик. Так, снизу прям чувствуется пластик-пластик. Здесь есть небольшие огрехи сборки в виде клея. Ну, вот, собственно, сами выходы. Кнопка включения-выключения, micro-USB, USB Type-C, USB Type-A. То есть обычный большой USB. Ну, что сказать? Здесь все заподлицо, небольшие следы сборки. Ну, что, китайцы, что тут вот от них хотеть? Выглядит, ну, на самом деле, ну, неплохо он выглядит. 10 000 мАч, ну, скорее всего, 10 000 мАч. Приходит с зарядкой 80%, 79%. Как и должны заряжаться аккумуляторы с завода. На 80% и потом идет небольшой, медленный, скажем так, равномерный износ аккумулятора. Если он пока лежит на складе, он должен быть заряжен на 80%. Вы имеете в виду, все смартфоны новые заряжены на 80%. И только даже вот если, допустим, вы купили, приобрели какой-то телефон, включили его, а он не включается. То есть партия не совсем свежая. Достаточно долго пролежал. Или кто-нибудь когда-нибудь включал посмотреть и забыл выключить. И он непосредственно разрядился. Вот такая вот вам полезная информация. Прикольно, что есть LED-индикация. Нужна ли она? Ну, бог его знает. Скорее всего, нужна для того, чтобы вы могли ориентироваться и переживать еще больше о том, что у вас еще сядет Powerbank. Хорошая комплектация. Есть юзер-мануал. Почему нет? Я думаю, что вам будет полезно на досуге изучить вот такую большую книжку-гармошку. Здесь рассказано о том, какие устройства вы, скорее всего, можете зарядить с помощью данного Powerbank. Но при этом у него есть отличительные особенности. То есть вот его внешний вид, его непосредственно материалы сборки. Здесь у нас какой-то дисплеечек. Здесь у нас пластик. Ну, а, собственно, здесь у нас батарейка. И весит это всего 200 грамм. Давайте попробуем сейчас поставить на зарядку хотя бы что-нибудь. Собственно, зарядка происходит автоматически. Это может порадовать. Потому что не надо нажимать, допустим, как на некоторых Powerbank. Есть такая функция, точнее отсутствие функции автоподзарядки. То есть только подсоединил и все дело заряжается. Прикольно. Что так, что так. Зарядка начинает идти. Это не может не радовать. Долго и много про Powerbank ты не расскажешь. Я считаю, что Powerbank нормальный. Вот даже вот просто не начав пользоваться. Да, у него есть свои китайские огрехи по сборке. Потому что где-то здесь пластик затесался. Непосредственно нет такого контроля качества, как, допустим, у более именитых брендов и производителей. Но при этом это доступные аксессуары. Стоимость по ссылке в описании. Я даже не знаю, сколько она стоит. Но я думаю, что там порядка, может быть, тысячи рублей. То есть 20 долларов. Чуть больше, чуть меньше. Powerbank, современный хороший качественный Powerbank, в принципе, этих денег стоит. Покупать в Евросети, в пятерочке и в Ашанах за 3000 Powerbank, ну, это такой себе жест. Если у вас действительно денег очень много. Вам большое спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Более интересные. Про гаджеты, действительно, про смартфоны. Обязательно проходите в чат в Телеграме. Там обсуждаем. Да что-нибудь постоянно обсуждаем. Не хватает именно тебя. Ну и все ссылки на товар будут в описании под этим видео. Как и где приобрести там же. Ну и совсем скоро увидимся. Пиши, что супергерой, если досмотрел до этого момента. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»